Благодарность и славу воздать нашему Господу за то, что Он слышит наши молитвы. Я в одном очень сильном мире, не знаю как вы или какого мнения вы, но за себя могу сказать, чтобы Бог не слышал мои молитвы, или те молитвы, которые когда-то возносились за меня, и меня бы не было сегодня здесь. Я благодарен Господу безмерно за то, что в конце 90-х Он услышал и когда-то молитву Дяди Гены, когда Тот преклонил колени Своей молитвы покаяния. Это чудно, прекрасно, когда ты знаешь, что есть Тот, Который Тебя слышит. Конечно же, хотел бы на этом месте тоже выразить сердечное соболезнование всем тем, кто пришел попрощаться сюда сегодня. с Дядь Гены, особенно, конечно, родным и близким, которые сегодня по-особенному в печали, в этот последний день, или в этот путь, который мы пришли проводить, в последний путь пришли проводить также Дядь Гену. Дорогие мои, я, знаете, в этом месяце еще раз убедился, я не знаю, кто сказал такие слова, но они, в общем, так звучат, может, ты слышал их как-то и по-другому, но там говорится так, что пожилые люди, они должны умирать, а молодые могут умереть. И вот два раза уже в этом месяце, не считая сегодняшнего дня, я стоял у гроба или был на двух похоронах, где я убедился и увидел подтверждение этим словам. Там мы прощались с одной бабушкой, которой было 88 лет, и также я был на похоронах в Дрездене, где мы стояли у гроба парня, которому было 33 года, и там пару дней, вот в марте, в начале марта исполнилось 33 года. И когда я стоял возле гроба Вилли, этого парня звали Вилли, я смотрел на его молодое лицо, на его крепкие руки, на эти плечи, и я больше был, чем уверен, что у этого человека было очень много еще планов, ведь он не собирался умирать. Если я сейчас, может быть, обращусь к 60-летнему или 70-летнему человеку, кто сюда пришел, я спрошу тебя, ты планируешь умереть? Кто планирует умереть, особенно если это молодой человек? Но я одно понял, что лучше места нету, чем похорон, поймите меня, пожалуйста, правильно, лучше места нету, чем похорон или кладбище, чтобы задуматься о том, как будет там у меня вечность. Вот если человек хочет какую-то историю познать или что-то для себя, какое-то мировоззрение открыть, он идет в музей или что-то читает, и он понимает, да, 200 лет было там, 300 лет было там. Если ты хочешь вспомнить свою молодость, ты открываешь альбом и смотришь, ах, какая я была красивая, там, 15 лет, какая я молодая, или какой я был крепкий, армейские фотографии. В том году я летал в свою деревню, где я родился, у меня там не было 23 года. Знаете, я ходил по этим развалинам, нашего дома нет, нет той бани, когда я помню, мы там, когда она развалилась, когда мы еще там жили, когда мы играли, там нам родители это разрешали. И я возобновлял те воспоминания, которые были когда-то связаны с тем местом. Дорогие мои, ну это все связано с тем, как было тогда, а сегодня, как будет потом. И это очень важно, дорогие мои, чтобы каждый из нас знал, дорогая моя тетя Валя, ты для меня что-то твою родная мама. Так вот Бог повел, что мы стали родными, пусть нас разъединяет очень большие сотни километров, но мы всегда рядом. Я чувствую тебя, я чувствую твои переживания, я хотел бы тоже сегодня с тобой плакать и соболезновать, хотел бы от всего сердца соболезновать тебе, потому что никто из присутствующих здесь наверняка так не переживает, как переживаешь сегодня ты. Пусть Бог укрепит тебя. И Бог, многие из присутствующих здесь знают, что Бог может укрепить изнутри человека. Я желал бы это тебе, Валя, что может быть в свое время, или тот, кто сидит здесь, но кто еще не прочувствовал этого укрепления. Может быть ты сегодня получаешь укрепление через какие-то таблетки, через какие-то сеансы. Понимаю, может быть болеешь, и это надо. Но если сердце болит от каких-то слез, ты по ночам плачешь и не знаешь, что делать, и не видишь выхода, есть только один врач, который может тебе помочь. Это Господь. Это наш Господь. Я хотел бы прочитать одно замечательное место, которое написано к филиппийцам, в 1 главе, в 21 стихе. Эти слова я знаю на Иисусе, они небольшие, невелики, но с большим смыслом. Павел пишет такие слова. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Вот, дорогие мои, знаете, не каждый может сказать или осознать, что смерть это есть приобретение. И если бы я пришел к неверующим людям, может быть в какой-то спортзал, где бы их было очень много, я бы сказал, дорогие мои, если вы умрете, вы очень много приобретете. Но они бы, наверное, меня сочли за сумасшедшего. Когда человек умирает, все кончается. Аннулируется корм-то, аннулируется почтовый ящик, аннулируются твои права на машину. Все, тебя нет. Вы знаете, в вечности только все начинается. Я вспоминаю свидетельство одного брата. В Таджикистане были похороны одного Сергея. Расстреляли, просто расстреляли. Он незадолго до смерти покаялся. У него была бурная молодость. И в свое время, знаете, когда его просто расстреляли из окна вечером, там было тяжело собрать тело. Сколько в него выстрелили этих пуль. И когда пришли на похороны его друзья, они подошли к верующим бабушкам, там дедушки были, они говорят, посмотрите, что дала ваша вера. И один брат, он сказал такие слова. Лучше мертвое, лучше живая смерть, чем мертвая жизнь. Вот, дорогие мои, лучше живая смерть во Христе, чем мертвая жизнь без него. Я желал бы каждому, чтобы мы задумались сегодня о том, куда мы идем. Или кто-то здесь хочет жить вечно. Есть здесь те, кто хочет вечно жить. Может быть, ты это и хочешь, но это не получится. Дорогие мои, 70, 80 лет, и потом все. Потом конечная остановка, которая ждет каждого из нас. Каждый из нас сойдет на этой последней остановке, которая называется смерть. Как избежать этого? Знаете, я когда, когда в свое время жил, ну, не ходил в церковь, не знал Бога, я думал, ну как, ты приходишь в церковь, просто я зашел, зажег свеч, или постоял возле иконки, и этого хватает. Но когда я выходил, я выходил такой же пустой, как и заходил туда. Оказывается, знаете, чем ты можешь поправлять свое сердце? Чем ты можешь питать себя? Так как ты питаешь, укрепляешь свое тело, открывая холодильник, доставая продукты, так же и для твоего сердца, открывая это священное слово. И Бог будет говорить. К сожалению, я знаю, что многие, многие из присутствующих здесь жили когда-то в Советском Союзе, и мы пережили то время, когда мы кусочки продуктов или килограммы по талонам, по талонам сахар брали, когда была огромная инфляция. Бог, тысячи стоила гулка хлеба, коробок спичек, соль. Знаете, сегодня мы живем в то время, когда Слово Божие переживает огромную инфляцию. Сегодня у людей нет интереса, она потеряла силу. Но слава Богу, не у всех, не у каждого. Своя человек может сидеть с утра до вечера в гугли, или с вечера до утра играть в какие-то игры, читать какие-то книги, романы. Знаете, но открыть то Слово, которое дает жизнь вечную, и вытирает тебе слезы, которые, может быть, ты по ночам льешь. Или дает тебе прощение, которое, но не прощение, которое ты носишь, уже, может быть, годами, Бог даст, даст прощение, и вытерет, как любящий отец, эти слезы, которые, может быть, уже годы, годы они сопровождают тебя в твоей жизни. Знаете, может быть, в заключении я хотел бы нам всем, дорогие мои, я знаю, что здесь очень много неверующих людей, братья, все, дорогие мои, вот, я уже, ну, какое-то время, ну, как верующий, как покаялся, и, знаете, я заметил, сам за себя говорю, если тебе это Бог покажет, я буду только рад, или если ты увидишь себя, может быть, и вправду, я уже как-то начинаю, может быть, не так идти, или сбиваюсь, дыхания не хватает, задумайся об этом. Вот сегодня мы, коротко перед похоронами, мы заехали в столовую, где будет обед, и, знаете, я только сделал первый шаг, я сразу почувствовал запах обеда, там будет что-то вкусное, сестры уже готовят, там два-три часа, они уже работают, готовятся к нашему приходу, вы знаете одно, если бы я там побыл десять минут, я бы принюхался к этому запаху, вы согласны? И я уже не чувствовал этого прекрасного аромата. И сейчас, читая это место, где сам Господь говорит слова своим ученикам, в Иоанна написано в 14 главе, он говорит, если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего, и отныне знаете его, и видели его. И там был один человек, который развалил Филипп, он ему говорит, Господь, покажи нам отца, и довольна ты нам. А Иисус ему говорит, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня. Вот, дорогие мои, я в этом Филиппе увидел себя. Я желаю вам всем себе, желаю в первую очередь, чтобы я не принюхался в вере. Ты знаешь, я уже 20 лет нахожусь в вере, ты 30 или там ты 40. Есть большая опасность, что ты просто принюхаешься, знаешь, ты уже не будешь чувствовать этого благоухания. Ты будешь ждать, а сегодня воскресенье, я иду туда, сегодня аминь, все, в среду на библейский час, и это у тебя уже 20 лет, вот так. Ну, знаешь, вспомни свой день, когда ты колени преклонила или преклонила. Ах, какое благоухание, я чувствовал или чувствовала ты. Как хочет Господь, чтобы мы не принюхались в этой жизни к этому христианству, но чтобы мы горели и заново заряжались, заряжались этим прекрасным благоуханием, которое исходит, знаете, от кого? Не от какого-то магазина, где духи или духи, нет, это исходит от Христа, от нашего Господа, который был в свое время, который был в свое время распят за нас, за меня, за тебя, за дорогого, гену, который тоже ушел в личность. Вот, дорогие мои, знаете, я бы хотел бы, знаете, одно сказать, что вот сейчас еще короткое время и мы расстанемся. Кто-то тоже приехал сдалека, кто-то останется здесь. Но, вот, я когда влюбил тебе, я знаю, что в нюмрихе есть те, которым я дорог. Вот, в нюмрихе есть те, которые любят меня, любят мою сыну, мою жену, моих детей. И это не просто какие-то слова, знаете, это дела, дела, которые я вижу, которые я чувствую, которые я ощущаю. Я желаю вам, знаете, чтобы, как один дедушка, который наставлял своего внука перед тем, как ему уходил важный, он ему говорит, дорогой мой внучок, знаешь, ты в жизни еще очень много раз будешь ошибаться, ты очень много раз будешь спотыкаться, но знай одно, он говорит, что есть друзья, у тебя в жизни будут друзья, как еда, ты будешь о них вспоминать, когда будешь хотеть кушать, а будут друзья, как лекарство, ты будешь о них вспоминать, когда будешь болеть, когда тебе плохо, ты вспомнишь, у меня А потом, он говорит, у тебя будут друзья как болезнь. Их не надо искать, они сами тебя найдут. И самое главное, он говорит, у тебя будут такие друзья, я бы желал тебе таких друзей. Знаешь, есть друзья как воздух. Ты их не видишь. Но ты знаешь, они где-то есть. Они где-то со мной. Они переживают за меня. Они плачут за меня. Они молятся за меня. Дорогие мои, я хотел бы, чтобы, знаете, этот сегодняшний траурный день, знаете, послужил, может быть, для многих, ну, какое-то пробуждение. Может быть, для кого-то, чтобы из присутствующих здесь этот день послужил приближением к Господу. Потому что вот этой конечной остановке, дорогие мои, поверьте, никогда, никому не избежать. На этой остановке, которая называется смерть, в свое время каждому из нас придется уйти с этой земли. Пусть нас Бог благословит в размышлении над Словом Ему, Его и Ему Слава. Пусть нас Бог благословит в размышлении над Словом Ему, Его и Ему Слава.